здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube-канале инотпостригун сегодня у нас на обзоре наверное новейший триммер от mozor mozor neo liner это триммер парный к машинке mozor neo давайте для начала посмотрим что у нас снаружи и потом заглянем внутрь разглядим как следует этот самый триммер и так снаружи у нас стандартная для mozor упаковка картонная коробка на фронтальной поверхности у нас изображена машинка триммер вернее да внутри у нас не внутри на оборотной стороне у нас перечислены основные характеристики и указана комплектация данной машинки здесь у нас какие-то ключевые моменты отображены которые хочет у нас подчеркнуть производитель но не будем на этом заострять внимание давайте заглянем сразу же внутри что же у нас внутри итак внутри у нас как всегда макулатура инструкция у mozor на русском языке обязательно прочитайте некоторые вопросы у вас сразу же отпадут также здесь стандартный гарантийный талон mozor и инструкция по безопасности где написано что несу эти пальцы в розетку и не пользуйтесь электричеством стоя в ванне хорошо убираем все это смотрим что же у нас в комплекте в комплекте во первых у нас вот такая вот клевая сумочка в ней очень удобно хранить особенно если дома особенно если вы парикмахер который переезжает с одного места на другое допустим работает в двух салонах но если у вас постоянное рабочее место то она в общем-то не нужна с другой стороны такая сумочка всегда нам намекает что это продукт не совсем профессиональный скорее это домашняя серия либо полупрофессиональная серия к тому же когда у нас идет сумочка у нас никогда не идет в комплекте зарядной подставки вот мы открываем видим мы комплектацию видим что за подставкой зарядной здесь и не пахнет а пахнет у нас здесь самим триммером зарядным устройством к нему конечно же щеточка для чистки масло и насадка и так самое интересное здесь конечно же насадка насадка у нас одна но регулируемая как указывает производитель регулировка здесь в диапазоне от 3 до 5 миллиметров тем не менее я не рекомендую вам никакие триммеры мозер используется насадкой поскольку практически всегда триммеры мозер с насадкой волосы немножко закусывают это просто особенность ножа триммеров моза что у него очень мелкие зубчики и он не справляется с большим объемом волос поэтому если работаете с насадкой то старайтесь вести помедленнее то есть не можно работать но это не лучший вариант хорошо насадочку убираем смотрим что у нас тут за зарядное устройство зарядное устройство стандартное для всей серии профессиональных машинок мозер это адаптер 6000 главный его минус это то что если постоянно работать от шнура то он может у нас перетираться вот в этом месте рядом со штекером и в инструкции прямо указано не работайте со шнуром у нас шнур не выдерживает механических нагрузок плюс этот шнур не стандартный он чисто вот мозерс мозерсовского стандарта поэтому купить китайский аналог не получится придется покупать оригинал оригинал стоит не дешево поэтому от шнура не работайте зарядили отключили работаем чисто триммером ну хорошо давайте теперь посмотрим на этот чистый пример и так дизайн дизайн довольно приятный сверху у нас белый пластик к минусам этого пластика можно отнести то что он довольно легко царапается и на нем очень заметны налипшие волоски да то есть мы там стрижем клиента волоски разлетаются все это налипает на корпус корпус легко электризуется зимой все облеплено выглядит не очень эстетично нижняя часть выполнена из макированного пластика серого к нему претензий по функциональности нет хорошее качество в принципе очень хорошо собрана машинка хорошо лежит в руке из средств индикации здесь только одна лампочка которая при работе никак себя не проявляет она проявляет себе при зарядке при зарядке она постоянно мигает когда полностью заряжен триммер начинает мигать с другой частотой ну просто реже мерцает значит все можно отключать вес весит этот триммер 135 грамм примерно в инструкции указано 136 грамм на официальном немецком сайте 135 грамм в любом случае это в общем то стандартный вес для всех профессиональных триммеров от 120 до 140 граммов практически все аккумуляторные триммеры весят нож используется здесь стандартный такой же как на профессиональных моделях мозер хромини хромини про это нож серии star blade мозер высота среза у него 0 4 миллиметра она никак не регулируется не подкручивается как на многих американских триммерах ширина ножа 32 миллиметра при этом мозер измеряет ширину ножа по нижнему неподвижному ножу в отличие от американцев которые замеряют часто по верхнему подвижному ножу нож здесь быстросъемный это очень удобно американцы часто делают на винтах нож здесь он у немцев быстросъемный удобно его снять почистить смазать там посмотреть все ли с ним в порядке это хорошо что он быстросъем 2 по значимости деталь после ножа это мотор мотор здесь конечно же роторный как практически на всех аккумуляторных машинках частота у него 5 350 оборотов в минуту мощность около 1,3 ватта при этом используется микропроцессорное управление поэтому если вдруг на мощности не хватает этих 1,3 ватта то у нас процессор подает мощности побольше соответственно время работы сокращается но зато скорость движения ножа не меняется мощность может быть больше поэтому справляется практически с любым волосом но надо понимать что это не машинка для стрижки это у нас триммер соответственно с массой он не справляется из-за структуры своего ножа маленькие зубчики с маленькими расстояниями между ними хорошо аккумулятор аккумулятор здесь стоит никель металл гидридный хватает его примерно на 100 минут работы время полной зарядки 120 минут фактически если вы этим триммером при работе делаете только окантовочку никаких крупных работ им не ведете не бреете клиента на лысо целиком этим триммером то одной зарядки вам может хватать и на неделю времени напомню что может работать он не только от аккумулятора но и от провода но от провода работать не рекомендуется поскольку если у нас провод воткнут и мы машем триммером из стороны в сторону провод может быстро перетереться и вы попадете на деньги на покупку нового зарядного устройства хорошо давайте попробуем сделать вывод плюсы и минусы этого триммера плюсы это в общем то по всем характеристикам настоящий профессиональный триммер из минусов здесь можно выделить только отсутствие подставки и нельзя сказать что некачественный просто не очень удобный верхний пластик до что он может зашаркиваться и на нем можно будет видно черные налившие волосы что не очень эстетично в остальном здесь используется такой же нож как на более дорогих моделях которые позиционируются уже как чисто профессиональные этот же подойдет у нас за счет своей комплектации за счет сумочки очень подойдет для домашнего использования домашним пользователям что удобно хранить также подойдет он начинающим парикмахером которые еще постоянно и не работают а бегают на учебу и им нужно таскать собой пример тут мы положили его в сумочку принесли поработали положили обратно унесли и в принципе с такой сумочкой с такой комплектации удобно работать мастерам которые работают на два салона опять же что все упаковали унесли минусов провальных каких-то моментов у этого триммера нет плюсы я вам рассказал если будут какие-то еще вопросы задавайте их в комментариях под видео либо в нашей группе вконтакте либо прости господи в инстаграме на этом все пока пока